А дальше очень интересная история, которую можно наблюдать на современных клавианах. История следующая. Средний размер клавианевого стада это где-то 30-40 особей, ну даже 40 это перебор. От 20 до 30 особей, по-моему. Это включая детеныш, подростков, взрослых, стариков, всех. Так? Значит, средний. В средние годы. В средние имеется в виду, в средние по количеству еды. Почему больше, больше вроде бы выгодно, потому что более крупный остаток, более эффективно защищается. Почему больше, все-таки, в средний год не собирается в одну компанию. А давайте посмотрим. Вот у нас есть одиночек. Он занимает вот это положение пространства. На день, ему, чтобы он нормальный, в средний день, необходимо некоторое количество еды. Согласны? При этом еда к нему сама не приезжает. Необходимо, за решение, чем его поведение, обобрать некоторую территорию, получить еду, которая бы компенсировала его затраты. Классно. Теперь, собираем компанию из десяти. Одиночек. Такой маршрут пищевого поиска у них оказывается. Не просто больше, а во сколько раз больше? В десять раз. В десять раз. Собрались в тридцати. В тридцать раз. Ага. Так вот, какая величина будет определять возможный размер сообщества? На самом деле, максимально возможная дистанция пищевого поиска. Это ясно? Ну, если такая группа в пищевом поиске должна пройти 150 километров каждый день, то ясно, что эта группа существовать не будет. Хорошо. Какой параметр превышен у этой группы? Как сократить дистанцию пищевого поиска? Уменьшить количество усилий. Понятно, почему дистанция-то растет? Потому что есть надо каждому, да? В результате масса еды суммируется при возрастании размера сообщества, а в результате приходится необходимую еду собирать со все больше и больше площадок. А теперь смотрим. Есть у нас хороший продуктивный год. Допустим, не вовремя, а в сезон засухи прошли дожди, и это привело к тому, что никакого сезонного снижения количества еды не произошло. Еды изобилия. Что будет с размером стадов по веану? Сразу же. А соседние стады будут объединяться. Взялись отравились с компанией. Почему? Если еды много и плотность ее распределения выше, средний нормальный, что у нас теперь можно сделать с дистанцией бежевого поиска? Уменьшить. А это значит, не критично создавать большую группу. А большая группа лучше защищается. Просто быть в рамках большой группы более безопасно. А теперь давайте подумаем, а что со степенью агрессивности поведения? Вот у нас была группа одна со своим самцом, который поддерживал порядочную группу. А вот теперь у нас взяли три такие группы, объединились. Каждый вообще-то свой самец есть. Да. Да. Ну и тогда никакой выгоды от объединения вы не получите, потому что если они посолятся, они сбежали сразу в сторону. И Леопард Рома также съел всех по очереди. Что надо сделать, чтобы получить возможные выгоды от объединения? Прошу. Я зацеплялся в салфах, а как вам будет? Что разводится? Ой, ну у вас уж прямо английский парламент. Да нет, все намного проще, конструктивнее. Просто резко снижается степень агрессивности поведения. Возрастает взаимная терпимость. И касается это не только альпс-самцов. Это касается отношений между всеми социальными группировочками внутри страны. Когда сезон изобилия, мы играем на повышение безопасности и на упрощение контакта. Снижаем агрессивность. Детеныш этого года, если он есть, и пара подростков. Вот вся поцелуй. Крупнее нельзя, потому что дистанция пищевого поиска в год с низкой плотностью прорубки окажется километричной. Не выживет ли кто? То есть, малюсенькие группировки. И что в этих группировочках со степенью жесткости и иерархии увеличится? Она будет исключительно жесткой. Ребята, на самом деле, ровно такая же ситуация в человеческих сообществах. И не из-за какой, не из-за человеческой морали. Как вы видите, здесь основания биологические идут с включительным образом. И простая геометрия показывает, завязывает у людей это хозяйство на простые величины. Территория, которую мы используем, дистанцию, которую мы должны пройти, и сумму продуктивности. Значит, на самом деле, если это понять, можно совершенно иначе рассматривать до 20-го, 21-го века. В 20-м, 21-м начинают играть роль совершенно другие факторы. Скажите, много ли вы сейчас занимаетесь пищевым поиском? Весь ваш пищевой поиск, это универсамое обратное. Но такая ситуация всегда была у человека? Да нет, далеко не всегда. Поэтому в последние века ситуация, конечно, меняется достаточно радикально. Но программы, которые складывались миллионами лет, никуда деться за 200 лет не могут. У них генетическая основания. Срабатывают, а никого не спросясь, совершенно автоматически. Хорошо. Так вот, примерно такого же сорта сворачивания и разворачивания сложности социальных структур были у авторопитателей.